Добрый день, в студии Мария Кожевникова, напротив меня директор компании Актион Наталья Ашихмина. Наталья Александровна, добрый день. Добрый день, рада вас всех видеть и слышать. Мы вас тоже. Наталья Александровна, наша программа называется «Женское дело», но бизнес, который вы организовали и которым занимаетесь уже пять лет, казалось бы, далеко не женский. Или я не права? Расскажите подробнее о направлениях вашей деятельности и насколько вам комфортно в этой среде. Ну, может быть, некоторые ошибаются, что бизнес совсем не женский. Женщина-руководитель, да, согласно, редко встретишь в данной сфере, так как все равно основные клиенты – это участники рынка недвижимости, строители. А сами знаете, строители у нас народ непростой. Но для меня с детства было всегда комфортно работать и интересно, если задача стоит сложная. А в сфере недвижимости легких задач не бывает. Поэтому я ощущаю себя как рыба в воде. Мне все нравится, нравится решать задачи. И при прихождении одного из тренингов я вывела для себя, возможно, жизненный девиз, который может являться и миссией организации, что это оказание услуг населению и фирмам, которые направлены на защиту прав. Можно переформулировать и конституционное право, так как у нас право на недвижимость, право собственности закреплено в Конституции. Коротко, основные направления деятельности. Давайте расскажем. Основные направления деятельности – это межевание земельных участков, технические планы. Сейчас мы занимаемся и проектированием. Если кратко, все вопросы и задачи в сфере земельно-имущественных отношений мы можем решать. И давайте, может быть, теперь тогда перейдем к некоторым из направлений, к самым важным, которые сейчас наиболее актуальны, и поговорим о проблемах, которые жителей волнуют. Может быть, вы дадите какие-то конкретные рекомендации. Ну вот, например, межевание. Земельный вопрос сейчас станет актуальным для многих. Вытает, можно сказать, из-под снега весна на носу. Активнее идут сделки с землей. И здесь многие могут столкнуться с необходимостью межевания. Вот какие сейчас наиболее актуальные в этой сфере вопросы для кировчан? Ну, как всегда, в отношении межевания актуальный вопрос – это у простого населения. Если взять и сады, и просто приусадебные участки, мы всегда советуем, главная причина, для чего нужно это делать – это будет как можно меньше вопросов с соседями. Когда у вас будут установлены границы на местности, законодательно занесено в Росреестр, уже спор с соседями решать намного проще. Также немаловажный момент тот, что, когда вы продаете свой земельный участок, или дом, который находится на земельном участке, и если эта сделка идет через ипотеку, не отмежеванный земельный участок, банки такую сделку не пропускают. То есть, если земля не отмежевана, лучше прямо сейчас этим вопросом озаботиться? Да. Так как у нас законодательства меняются очень часто, не надо ожидать очередного шедевра от правительства, и лучше сделать это сейчас. С бизнесом работаете тоже? С бизнесом тоже работаем. Как правило, в последнее время есть большие участки, производственные базы, бизнесмены начинают их делить. Для строительства новых объектов, возможно, также для решения финансовых каких-то вопросов купли-продажи, залог недвижимости, отведения новых участков. Но для бизнеса всегда этот вопрос актуален. Ещё один актуальный вопрос – это незаконные перепланировки. Речь здесь не только о сложностях с последующей продажей квартиры. Очень часто вещи на самом деле страшные происходят, когда рушится целая подъезд многоквартирных домов. В Перми, в Ярославле в последние годы были такие ситуации. В каждом случае речь о незаконной перепланировке или реконструкции помещений, чаще всего именно коммерческих, находящихся на первых этажах. Вот почему такие вещи происходят? Как их избежать? Ведь об голодной ответственности речь идёт, не только о штрафах в таких случаях. Да, у нас просто в России у народа такой менталитет, что если их силом не заставили, для чего это делать? И главное, они сами не думают о собственной безопасности и безопасности своих детей. Да, вопрос перепланировок тоже очень актуален. Если вот мы берём с вами как раз помещение там на первых этажах, это чаще всего помещение, принадлежащее бизнесменам, люди не задумываются, начинают крушить, бить проёмы в капитальных и несущих стенах. От этого же зависит весь конструктив здания. Такую перепланировку можно узаконить, затрагивая капитальные стены, но тоже только определённые работы, но тоже есть свои особенности. Это должно быть обязательно 100% на согласие собственника всего дома, оформлено протоколом общего собрания, образец которого и требования к этому протоколу тоже утверждены законодательно. Внутренняя перепланировка, которая не затрагивает несущие стены, при соблюдении всех необходимых норм, её узаконить не так и сложно. Ну, это вот сейчас мы о таких вещах серьёзных, да, говорим, которые чаще всего именно бизнес касаются. А вот, допустим, если о простых кировчанах говорить, да, вот эта вот последняя мода евро-двушки, евро-трёшки, да, когда перепланировки, это уже скорее не исключение, а правило. Да, с вами согласна. Даже работая с застройщиками, вводя новые дома, люди ещё до ввода уже начинают что-то перепланировать, что-то делать, и потом им проще уже оказываться, они получают ту квартиру, какую хотят. А вот именно в отношении новых квартир большая просьба к населению, если вы обращаетесь к дизайнерам, вам готовят дизайн-проект, найдите немного времени, придите на консультацию. Возможно ли, вот, когда вы осуществите такой проект, возможно ли это будет узаконить потом законодательство. К сожалению, не все дизайнеры задумываются над этим вопросом, и очень часто, когда вот приходят после таких проектов, ну, просто ничего придумать бывает, нельзя. Начинают переносить санузлы, начинают переносить кухни. А у нас по закону, по требованиям, то есть санузел должен находиться над санузлом, кухня над кухней. Если это не первый этаж. Если это не первый этаж. А расширять такие помещения можно только за счёт нежилых помещений, то есть это коридор и кладовка. Но кладовки, как правило, у нас не строят в последнее время в квартире. Ну, если я правильно понимаю, нужно делать не потом, нужно не потом узаконить, нужно заблаговременно, да? Да. Вместо того, чтобы потом по суду вас заставили вернуть в изначальное состояние, при этом маловероятно, что вернут затраченные деньги, час времени всегда найдётся. В графике у любого бизнесмена, не бизнесмен будет, час времени можно найти. Почему люди заранее об этом не думают? Боятся бумажной волокиты или не знают законы? В чём проблема? Да, возможно, боятся бумажной волокиты, но не так страшен чёрт, как его молюют. На самом деле, при узаконении перепланировки, если человек ходит сам, нужно обратиться в МФЦ три раза. Это за разрешением на перепланировку за актом приёмочной комиссии и непосредственно уже сдать документы в Росреестр. Если обратиться к вам, вы ведь занимаетесь этим вопросом. Да, мы по перепланировкам работаем под ключ. Наши специалисты помогут подготовить проект, помогут подготовить технический паспорт, все необходимые документы. И также в последнее время часто востребована услуга, что и сопроводить все документы в администрации. То есть, собственник пишет у нас доверенность, и мы в МФЦ все документы ходим согласовываем сами. То есть, вообще никуда ходили? Нет, пришёл один раз, и потом пришёл, уже забрал документы для Росреестра, потому что там подают только собственники или по нотариальной доверенности. Но ты освобождён от беготни. Вся перепланировка занимает по времени где-то в пределах четырёх месяцев, так как, когда документы лежат у нас в администрации на согласовании, там есть определённые законодательные сроки, на которые мы повлиять не можем. Ну, то есть, если всё-таки произошла такая ситуация, квартиры, перепланировку не узаконили, продать квартиру хотим, то где-то за полгода нужно озаботиться этой квартирой. Да. Ещё один вопрос на эту же тему, к вопросу об изменении в законодательстве. Мы с вами до эфира обсуждали, что при соединении лоджии планируют запретить законодательно. А сейчас ведь многие лоджии утепляют, увеличивают таким образом площадь. Да, в настоящее время в Минстрое находится на рассмотрении проект закона, который при соединении лоджии приравняет к реконструкции самого здания многоквартирного дома. Такие перепланировки в Москве и в ряде городов федерального значения уже запрещены, их невозможно сделать. У нас это пока возможно сделать при правильном оформлении документов. Но, как ведь правило, закон может приниматься год-два, может вообще не приняться, а могут его принять и через пару месяцев. Ну, я правильно вас понимаю? Если кто-то сейчас присоединил лоджию, не узаконил, лучше сейчас узаконить? Лучше сейчас заняться этим. Ну, сложности могут возникнуть в любое время. Не этот закон, придумать что-нибудь другое. И может случиться так, что не узаконишь вообще. Да. Правильно я понимаю? Ведь из-за неузаконенных перепланировок временами срываются сделки по купле-продаже. Потому что иногда покупатель с продавцом договориться не могут, не устраивает покупатель, что перепланировка не узаконена. Все. Были на нашей практике такие случаи. И еще тогда коснемся одного вопроса, связанного опять же со сменой законодательства. В настоящее время ведется плановая работа по определению кадастровой стоимости, на основании которой будет рассчитан налог на имущество. Поясните нашим слушателям вкратце, с какими вопросами, трудностями можно столкнуться вот в этой ситуации и бизнес, и частные лица. Да, у нас как раз в управу в настоящее время ведется такая работа. Ведется плановая переоценка, перерасчет кадастровой стоимости на основании которой у нас начисляется земельный налог и налог на имущество. У нас это делает компания «Вятка Кадастр», которая создана на базе Кировского областного БТИ. И данные для расчета берутся из тех архивов, которые есть в распоряжении специалистов. Основная данная – это данные Росреестра. Но ведь везде работают люди, и везде могут быть ошибки. И для того, чтобы быть точно уверенными, что у вас налоги все рассчитаны правильно, можно удостовериться верности занесенных сведений, на основании которой расчеты производятся. Для этого можно обратиться в БТИ, ну вот там эту вятку кадастр, с запросом. Вам выдадут, какие там находятся сведения. Если вы с этими сведениями не согласны, вы можете донести необходимые документы. Если вот в тех документах содержатся действительно показатели, которые являются основополагающими для расчета этой кадастровой стоимости, понятно, эти показатели внесут. Но у нас, как правило, люди часто любят решать вопросы, понимают, не понимают, через суд. Вот мое мнение, суд – это самая последняя инстанция. И вот именно с этим вопросом туда надо бежать в последнюю очередь. У нас в настоящее время, если в прошлый год можно было сначала спорить кадастровую стоимость, через комиссию Росреестра не всегда требовалось суд. В этом году комиссия по оспариванию кадастровой стоимости не создана. То есть, если вы не согласны, не удовлетворили вас все показатели, тогда вы идете в суд, уже минуя комиссию. В суд люди обычно идут, когда видят огромные суммы налога. Правильно я понимаю? Да, но не всегда они пытаются этот вопрос решить мирным путем, разобраться, на основании каких сведений это сделано, что повлияло на такие высокие показатели. И в большинстве случаев, ну, там довольно просто все решается. Донеси несколько документов, внесут все корректные данные, вопрос будет решен. То есть, тоже вот прямо сейчас, скорее всего, этим нужно заботиться, потому что ведь скоро мы уже начнем летом получать налоговые квитанции, да, и сейчас эти сведения мы можем проверить. Конечно. Вот я просто тоже как обыватель, допустим, для меня сложно, я могу не понять, да, какие-то сведения, данные. Через вас как-то я могу этот вопрос решить? Конечно, вы можете обратиться к нам, мы заключим договор на эти консультационные услуги, и мы полностью сопроводим вас по данным работам. Посмотрите, объясните. Да, мы посмотрим, объясним, при необходимости поможем подготовить документы или подсказать, где их запросить или еще что-то. Ну, то есть, все вопросы будем решать. Наталья Александровна, вопросы действительно очень сложные и часто непонятные простым людям, и это очень здорово, что вы помогаете решать, что вы такая женщина не только сильная, но и красивая, и чем-то хочется нашу программу завершить тоже жизненным, женским. Вот скажите, пожалуйста, в чем для вас в первую очередь заключается умение быть и женщиной, и директором компании одновременно? Ведь это непросто. Ну, мне вот в последнее время часто задают аналогичные вопросы, я, может быть, даже не задумывалась, но так как основное время мы проводим на работе, и коллектив это уже как семья, и дома семья, и тут даже уже в отношении своей работы это у женщины, у любой это как материнский инстинкт, что это вот, это мое детище, я сделаю все для того, чтобы это детище жило, процветало. Ну, а так силы, да, это, конечно, это нахожу в семье, это поддержка близких, друзей, коллег. Ну, и в принципе, это, наверное, все равно прежде всего, да, любовь, любовь к себе, любовь к окружающим. Спасибо вам большое. Еще давайте напомним слушателям, если они захотят через вас решить эти вопросы, которые мы обсуждали сегодня, куда они могут прийти, куда обратиться. Наш офис находится в центре города, это улица Карла Маркса, 101, зданием ТЭС напротив городской администрации, четвертый этаж, офис 408, работаем с 8 до 5, при необходимости по договоренности с клиентами можем задержаться и намного больше. Милости просим, будем рады всем помочь. Спасибо вам большое, до свидания, доброго дня всем. Всем до свидания.